В Талдыкургане открылся завод по производству растительного масла. За сутки предприятие будет перерабатывать здесь 400 тонн рапса и подсолнечника. Готовая продукция намерена обеспечить отечественный рынок и наладить экспорт в Китае. Подробности в материале Адильхана Сахари. Завод по переработке масличных культур – первое предприятие, запущенное на территории новой индустриальной зоны Талдыкурган. Вслед за ним поэтапно будут реализованы еще два крупных инвестиционных проекта. Ежедневно завод будет перерабатывать 400 тонн масличных культур. Продукция будет поставляться не только на местные прилавки, но и в соседний Китай. Сырья потребуется много, поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем рапс и подсолнечник станут основными сельхозкультурами региона. Наряду с сахарной свеклой, рисом и кукурузой, считают специалисты. Сейчас семечки у нас будет из России. И хотим через наших акционеров попросить Акимат области, чтобы начали работу с колхозниками по поводу увеличения пассивных площадей рапса и подсолнуха. Нам нужно где-то около 100 тысяч тонн. Это у нас где-то около 150-200 тысяч гектаров. Пока на предприятии трудятся чуть больше 40 человек. Но при полной загрузке здесь будет создано дополнительно еще 300 рабочих мест. Жандос Баймухамбетов устроился сюда главным механиком. Раньше трудился на сахарном заводе в Аксусском районе. Говорит, что открытие такого предприятия в период карантина, когда многие остались без работы, очень важное решение. Мне как бы очень повезло здесь работать. Потому что, во-первых, это городская местность и возле своего дома. Ну и по зарплате. В целом, в области в течение ближайших шести лет запланировано реализовать более 240 инвестиционных проектов. В целом, по области ожидается более 70 предприятий, инвестиционных проектов ожидается открытие в текущем году. Будут цементный завод в Кировогрском районе. Акью месяц 47 миллиардов. Также в Плотиловском районе на территории ССФР ГОС Восточного Орда. Тоже как бы формовый завод. Птицефабрика в Игульском районе. Это одни из наиболее крупных инвестиционных проектов. По словам специалистов, в регионе удалось избежать снижения показателей производительности. За первый квартал текущего года объем промышленности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%. И составил почти 250 миллиардов тенге. Атильхан Хахарик, Коныш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.